Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как забор остановил полёт иномарки. Он прямо ехал здесь, если обогнал на дамбу, он, оказывается, сюда едет. Под Кремлём кроссовер влетел в пассажирский автобус и повис на ограждении. Расскажем, какое наказание избрал суд для пятого фигуранта дела об убийстве бывшего директора казанского мясокомбината. И как подозреваемый в мошенничестве пускал пыль в глаза казанским предпринимателям. Как ознакомились, распишись, начнем искать то, что нам нужно. Это и не только в ближайшие 10 минут. Пассажирские автобусы и кроссовер столкнулись при въезде на Кремлёвскую дамбу. Водитель Черри Тига в самый последний момент на большой скорости пытался свернуть направо под мост. Вот только в безопасности манёвра не убедился и был снесён автобусом. От удара автомобиль выбросило на дорожное ограждение, на котором он и повис. Айгурь Батрудинова с подробностями. Передо мной искачил, перевернулся, вот. Водитель автобуса рассказывает, ехал по своей полосе, ничего не нарушало. Маршрут пролегает по Кремлёвской дамбе и по пути на неё перед общественным транспортом внезапно возник автомобиль Черри. Избежать столкновения, говорит, было невозможно. Легковушка буквально вылетела ему под колёса. Удар был сильный. Кроссовер пролетел несколько метров, пока на его пути не оказалось дорожное ограждение. На нём траектория полёта завершилась. Он прямо ехал здесь, если обогнал на дамбу, он, оказывается, сюда едет. Сюда, вот, на этой улице. Я поверну сюда потом. Чтобы не врезаться в ограждение, водитель автобуса съехал под мост. В салоне были пассажиры, но среди них никто не пострадал. Как только двери открылись, все покинули салон самостоятельно. По автомобиле Черри ехала семья. К счастью, обошлось без травм. Вину свою водитель признал полностью. За невнимательность, скорее всего, ему теперь придётся расплачиваться самому. Айгуль Батрудинова, Алла Рыкова, Азат Самигулин. Вызов 112. В Казани ищут мужчину, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. По данным средств массовой информации, преступление произошло накануне на улице Побежимова в 16 часов вечера. Судя по документам, размещенным в сети, на чердаке одного из домов неизвестно совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Со слов девочки был составлен фоторобот преступником. Помимо фотографий появилось и видео, на котором может быть запечатлён предполагаемый злоумышленник. И как сообщили в полиции, подозреваемый в нападении на девочку задержан. Причастен ли молодой человек к этому преступлению, сейчас выясняют следователи. 12-летняя девочка утонула в ванной. Страшная трагедия произошла ночью 11 декабря в Бавлах. По версии следствия, в роковой день девочка пошла в душ. Спустя некоторое время отец, обеспокоенный долгим отсутствием дочери, пошёл за ней. Тогда он обнаружил, что из ванны в комнату течёт вода. Выломав дверь, он обнаружил в ванной тело ребёнка. Что стало причиной её смерти, сейчас выясняют следователи. По данному факту, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тарстан проводится доследственная проверка. Дело направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Хотели выбить долг в самом прямом смысле. Сегодня Верховный суд огласил приговор в отношении Леонида Фёдорова. Он является последним фигурантом дела об убийстве бывшего генерального директора Казанского мясокомбината и главы строительной компании Игоря Казакова. Пять человек хотели наказать мужчину за задержку зарплаты одному из них. Четверо обвиняемых уже были приговорены в сентябре этого года к длительным срокам заключения. Последний пятый обвиняемый находился в розыске, поэтому и процесс в отношении него проходил отдельно. Какой приговор вынесут, знает Сергей Хайдаров. До вынесения приговора Леонид Фёдоров находился под домашним арестом. Последний фигурант дела об убийстве бывшего директора Казанского мясокомбината и руководителя строительной компании скрывался от правосудия и был задержан позже всех, лишь в августе этого года. В сентябре четверо его подельников, это следователи доказали суду, уже были приговорены к срокам от 10 до 15 лет лишения свободы за убийство Игоря Казакова. По версии следствия, все пятеро подкараулили бывшего руководителя одного из них и хотели силой намекнуть, что задерживать зарплату нехорошо. Вооружившись обрезком металлической арматуры, стали поджидать мужчину около офиса. Дождавшись его появления, они нанесли ему множественные удары по различным частям тела, после чего скрылись. В кровавом конфликте сын выжил, а вот отец от полученных травм скончался в больнице спустя две недели. Сторона защиты отмечала, что Леонид Федоров в действительности был среди нападавших, но никаких ударов ни отцу, ни сыну не наносил. Но суд счел, что доказательства государственного обвинения говорят об обратном. Судом установлено, что виновность Федорова именно в убийстве совершенного группы лиц, она установлена. Он наносил удары тоже в жизненно важный орган в голову и по телу потерпевшего. Выслушав мнение всех сторон, суд приговорил Федорова к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. На заседании присутствовали как родственники обвиняемого, так и сын убитого. Услышав приговор, некоторые из близких подсудимого не стали молчать в адрес последнего. Приговор в законную силу не вступил. Стороны могут его обжаловать в течение 10 суток. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 630 миллионов рублей безвозвратной субсидии, выделяемой одним из республиканских министерств, обещал житель Казани предпринимателю за очень скромное по сравнению с самой субсидией вознаграждение. Мужчина представился сотрудником министерства, уверял, что окажет всю необходимую помощь. При этом встречи назначал в ведомстве, предоставлял бумаги на фирменных бланках и с печатями. Так что у предпринимателя не возникало никаких подозрений, и тот заплатил за помощь 480 тысяч рублей. Только вот субсидии так и не дождался. Подозреваемого задержали сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Татарстану совместно с Федеральной службой безопасности. Альбина Минибаева знает все детали. Сейчас ознакомлюсь. Как ознакомиться, расключиться. Начнем искать то, что нам нужно. Искать долго не пришлось. Договоры, печати республиканских министерств, ведомств и Национального банка Татарстана. Фирменные бланки, приказы о выделении солидных сумм. Все это, уверены оперативники, было ширмой в спектакле режиссером, постановщиком и актером, которым был задержанный. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что в период с апреля по мая 2017 года подозреваемый предложил одному из предпринимателей помощь в получении безвозвратной субсидии, выделяемой одним из республиканских министерств. Не согласиться предприниматель не мог. Уж слишком заманчивой была сумма безвозвратной субсидии 630 миллионов рублей. И за помощь в ее оформлении и перечислении именно ему, а не кому-то еще, мужчина попросил чисто символическую в сравнении с самой субсидией сумму 480 тысяч рублей. Предприниматель согласился, сомнений тогда не возникло. Встречи проходили в ведомстве. У мужчины, представившимся сотрудником министерства, были документы с печатями, приказы и договоры. И за помощь предприниматель заплатил, но субсидий таки не дождался. Следственными органами республики Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Сейчас подозреваемый задержан. Если следователи докажут, что факт мошенничества с его стороны имел место, то мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы. Все, кто, возможно, также пострадал от подобных действий, сотрудники полиции просят сообщать по телефону доверия МВД Татарстана. Альбина Минебаева, вызов 112. Нелепое ограбление, неудачливый угонщик и нежданные гости. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Одно из самых нелепых ограблений произошло недавно в Соединенных Штатах Америки. Девушка вместе с сообщником остановилась возле одного из магазинов. Заприметив бесхозный пакет с провизией, лежащий возле двери, молодая особа тут же его украла и даже успела положить добычу в автомобиль. Вот только подельник не стал дожидаться девушку и бросил ее на произвол судьбы. В итоге неудачливую воровку задержала хозяйка пакета и передала ее полицейским. Еще один незадачливый воришка попался при заправке угнанного автомобиля. Сначала мужчина попросил сотрудников АЗС заправить дорогостоящую машину в долг, а после отказа попытался обнаружить горловину бензобака. Изрядно повредив автомобиль в поиске нужного отверстия, мужчина был задержан полицейскими. А эти серфингисты явно заплыли не в тот район. Желающие поймать волну привлекли внимание двух местных тюленей. Им явно не понравилось присутствие людей, вторгнувшихся в их среду и обитание. В итоге животные быстро показали гостям, кто здесь хозяин, заставив их в буквальном смысле делать ноги. Лина Зинатульна, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать, обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.